Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о коляске от компании Bugaboo. Это коляска премиум класс для новорожденных, для погодок, для близнецов. Моделька у нас называется Dunkey 5 Mono Black, цвет которой перед вами сейчас, он называется Midnight Black. И рассмотрим мы ее с вами практически весь обзор в комплектации 2 в 1 для одного ребенка. А в конце я вам покажу, как ее переделать, для того, чтобы мы могли использовать, например, для погодок. Это своего рода уникальная колясочка, поэтому будет интересно, друзья, смотрите до конца. Если вам повезло, у вас двое детей, близнецы, погодки, то это идеальный вариант для вас на самом деле. Характеристики, вводные данные вам назову. В чем можно отталкиваться? Bugaboo, Нидерланды, если не знал никто, производитель дает на коляску гарантию 1 год. Хотелось бы больше на самом деле. С люлькой 15,7 весит коляска, с сидением, с прогулочным 14,7. Напоминаю, характеристики я говорю сейчас для одного ребенка. С одной люлькой, с одной прогулкой. Вот, 61 сантиметр колесная база у нас в таком исполнении, поэтому, когда для одного ребеночка коляска, вы везде спокойно проедете. Без ограничений, в принципе. Размер, кстати, люльки, учитывая, что их нужно поставить две, он на самом деле особо не уступает классическим люлькам. У него 78 сантиметров длина у люльки и 27 сантиметров ширина. Классический такой размер люльки это 30, там 30 с копейками сантиметров. Ну, я к тому, что буквально по полтора сантиметра у нас по краям мы потеряли, но зато мы можем поставить таких две. И вот эти вот полтора сантиметра, может быть два в некоторых случаях, это на самом деле не такая большая потеря, потому что вот так хватает размера. Она достаточно крупная, все равно. Вот, и 22 килограмма в характеристиках указано, что она выдерживает как бы одного ребенка, но умножайте на два, потому что она возит двоих детей и запас прочности у коляски очень-очень серьезный. У нее, кстати, неплохая комплектация. По ссылке внизу в описании к видео пройдите, посмотрите, ознакомьтесь, вся информация там будет. Начнем с люльки, друзья. Люлька вот она, размеры я вам назвал, видите, как она огромная. Большой плюс, Бугабу, у них всегда хорошие большие козырьки. Сейчас он уже с дополнительной открытой секцией. Вот я и открыл замочек, и вот такой у нас большой козырек. Смотрю, у окошка есть с москиткой, само собой. Все здорово. Кстати, у Бугабу хорошие ткани. Они не какие-то ультра, там, шелк дорогой на ощупь. Обычный материал износостойкий, приятный, тактильно живучий, как показывает практика. На долгой дистанции не теряет товарный вид. В общем, ткань как ткань, все нормально. Вот, собственно, дальше. А, кстати, механизм полностью бесшумный. Вот это все очень хорошо. У нас есть ручка транспортировочная, в которую, если вам нужно упаковать ребеночка, чтобы она вам не мешала, тут снизу кнопочка, и как калиточка, створка, можно откинуть, чтобы можно было упаковать ребенка. В комплект также и также входит накидочка на ножки, которая у нас пристегивается, что мне очень не нравится в таких вот колясках, особенно очень дорогих. Какая-то дорогая коляска, используются липучки. Вот это, как по мне, косичок. Кому-то все равно, но я придираюсь. Но стоит отдать должное, снизу у ножек ребенка она пристегивается замочком, и таким образом мы, отстегнув липучки, откидываем ее, и она у нас никуда не улетит, потому что она пристегнута замочком. Но липучка это плохо. Собственно, друзья, давайте я сейчас сниму, и вы посмотрите. Чтобы ее снять, кнопочки по бокам нажимаем, они с памятью, все хорошо. Ножечки у нас есть, чтобы поставить, причем высокие. Вот она, внутрянка, деревянное основание. И что очень мне нравится, это материал, который на матрасике. Это велюр, замша, я не знаю, что это, но очень приятный тактильный материал. Прям вот очень. Так, смотрите, друзья, сейчас я покажу вам прогулочный блок. И что хочу сказать. В комплекте вы получите люльку, и прогулочный блок будет вот в таком виде. Просто материал. Потому что, прежде чем пользоваться им, вам нужно снять с люльки ткань с основания рамы, ну, вот этой каркаса самого, и одеть на него непосредственно прогулочный блок. Вот так, как у меня уже есть собранный, вот такой вот вы получите прогулочный блок. Видите, каркас один и тот же используется в люльке в прогулке. Их в комплекте не два, а один. Соответственно, нам нужно немножечко заморочиться, и вот этот материал все натянуть, предварительно сняв с люльки ткань. Поэтому вот такая история, друзья. Так, одеваю. Естественно, друзья, он реверсивный, и по ходу ставится, и против хода ставится. Само собой, тот же бампер, тот же козырек. Козырек огромный, классный, все хорошо. Регулируется прогулка у нас в трех положениях. И он гамаком, как вы заметили, гамачком. На самом деле, это для кровообращения ребенка хорошо. Гамак, это здорово. Просто ребенок именно вот полностью ровно не лежит. Но это фигня на самом деле. Вот, что мне понравилось. Хочу обратить ваше внимание. Пятиточечные ремни есть на паховой зоне, на плечевой. И также сбоку у ребенка тоже есть мягкая накладка. Прям классно. Вот. Хочу еще что заметить. В комплекте, вы видите, идет вот такой вот рюкзак. Такая сумка, органайзер. Такая ниша, которая у нас просто вставляется вот такая большая, глубокая. И, если вам это нужно, накидали сюда кучу всего. Вот так на замочек все это закрыли. И все. Как по мне, уникальное решение. Очень удобное. У вас просто можно с собой прям в гипермаркете тележку не брать. Огромный багажник. Причем серьезный, реально багажник. И вот такая сумочка. Как по мне, здорово. Классно. Так, она просто засовывается. Без щелчков, без ничего. Просто засовываем и все. Так, что касается ручки. Она регулируется у нас телескопическим образом. Где надо, там остановили, едем. Все хорошо. Диапазон очень большой. Обит. Обита ручка эко-кожей. Очень качественной эко-кожей. И ручка толстая. Эко-кожа толстая. И хват прям вот классный, дорогой, приятный хват. Я очень люблю вот такой вот материал. Хват такой прям очень уверенный. Так, давайте посмотрим на основание, друзья. Антишок, кстати, спереди есть у колеса. Все хорошо. Она достаточно мягенько, приятно едет. Колеса резиновые. С возможностью заблокировать передние колеса. Причем можно заблокировать, по-моему, и вот в этом положении. Все, не ошибаюсь. Да, таким образом вы удлиняете как бы базу у коляски. Это тоже здорово. Так, багажник очень большой, друзья. С дополнительной секцией, с сеточкой такой. Он вместительный. У него удобный доступ со всех сторон. В общем, багажник у меня ноль претензий. У него жесткое основание, он не провисает. В общем, багажник то, что надо. То, что я бы хотел не видеть в этой коляске, это вот такой тормоз, друзья. Мы блокируем. Все нормально, останавливается само собой. Свою задачу выполняет. Но, чтобы его разблокировать, вам нужно, может быть, у вас обувь дорогая, в конце концов. Так какая бы она ни была, не хочется своей обувью снизу ковырять педальку. Особенно в таком ценовом диапазоне. Вот такой момент. Собственно, в остальном коляска собрана отлично. Шикарные колеса. Мягкие, приятные. Но все дорого сделано. Действительно, придраться к качеству не получается. Есть недоработки, но качество хорошее. Так, давайте теперь я покажу, как колясочку можно сложить. Снимаем блочок. Уберу его в сторонку. Снимаем сумку. Органайзер. Он так достаточно плотно сидит, нужно его прям выдергивать. Так. Как сложить, покажу. И потом покажу, как ее переделывать. Смотрите, кнопочки нажимаем. Вот тут они. И я бы еще предварительно задвинул туда ручку. Вот, собственно, и все. Вот таким образом она складывается. И вот ее такой максимально компактный вид. Раскрываем. И чтобы коляска могла у нас перевозить двух детей сразу, нужно провести несколько манипуляций. Такое я видел только тут. Реально уникальное решение. Спереди у нас есть фиксатор. Открываем его. Сзади у нас есть фиксатор. Открываем его. Вот здесь вот у нас есть фиксатор. Открываем его. И магия происходит. Нажимаем вот здесь. И колясочка до щелчка. Она раздвинулась. И теперь, пожалуйста, ставим сюда, чтобы мне не мешала ручка, подниму я. Ставим сюда хоть две люльки, две прогулки. Что вам нужно, то вы и ставите. В данном случае я покажу вам люльку и прогулку. Можете развернуть прогулку на вас. Это как вам хочется, как вам удобно. Можете делать. И спокойно. Они друг другу не мешают. Не цепляют друг об друга. И, соответственно, вот так можете эксплуатировать. Как по мне, ну, просто очень хорошее решение. Единственное, перед тем, как ехать, не забудьте все эти фиксаторы зафиксировать обратно. Я сейчас их просто не зафиксировал. Вот, собственно, и все, друзья. Вот такая уникальная коляска, как по мне, ну, топовое решение на самом деле. И что еще бы я добавил? В принципе, я уже все, что хотел, сказал. По качеству здесь все хорошо. Единственное, вот в прогулки блок бы можно докупить накидку на ножки какую-нибудь тепленькую. И, собственно, ребенок вот закрыт на любое время года будет хорошо. Ну, а, собственно, всю информацию донес. Если какие-то вопросы у вас остались, задавайте, не стесняйтесь. Я постараюсь в комментариях на них ответить. Ссылка на коляску будет в описании. Проходите, заказывайте. Я хочу вам, пожалуй, сделать хороший грамотный выбор. И удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...